В Госдуме РФ недавно разразился скандал. Вокруг анонса депутата Натальи Поклонской. Проверить, иностранный бизнес ряда других депутатов Госдумы, на предмет коррупции, передает ДС со ссылкой на градатар.ру. Наталья Поклонская сказала о пяти депутатах Госдумы, но фамилии не назвала. Однако независимые источники назвали этих пять депутатов, среди которых, всплыла фамилия великого российско-абхазско-армянского патриота, Константина Затулина. Константин Затулин позиционирует себя как русский патриот, государственник и одновременно большой друг Армении. Также Затулин, отличается ярой грузинофобией и поддерживает процессы в Абхазии и Цхинвальском регионе, объясняя это, в частности, тем, что они, в отличие от Грузии, не хотят быть в НАТО и хотят быть не с Западом, а с Россией. После этого от самого Затулина нужно было ожидать последовательности. Раз ты против НАТО и Запада, то по идее, не должен иметь ни недвижимости в странах Запада и НАТО, ни счетов в западных банках, и не платить там налогов, чтобы не поддерживать агрессивный блок. Покупай недвижимость в окрестностях Цхинвала и езжай туда с семьей отдыхать. Но оказалось, что Константин Затулин персонально вступил в НАТО намного раньше Грузии, купив недвижимость во входящий в Североатлантический альянс Испании. И имеет в Испании не только недвижимость, но и банковские счета, а также любит наведываться туда на отдых с семьей. Немного странное поведение для русского патриота и врага Запада. Спрашивается, чем ты лучше тогда тех же, только стремящихся в НАТО власти и Грузии. На попытке Натальи Поклонской, на заседании Госдумы вывести на чистую воду такой патриотизм, встретили возмущение Константина Затулина. Он с криком начал доказывать, что он патриот, и что ничего кроме жилья в Испании не имеет. При этом Константин Затулин, так и не смог убедить журналистов в том, что помимо недвижимости в Испании, у него там ничего нет. В принципе, информация об испанских активах русского патриота Константина Затулина, еще раз подтвердила двойные стандарты тех российских политиков, которые годами находились на содержании армянского лобби. Такие, как Константин Затулин, не связывают с Россией будущее свое и своих семей. Они всего лишь профессиональные торговцы Родины и ее интересами. Если контакты с армянской элитой у России были, через таких деятелей, как Затулин, то нужно ли удивляться тому, что армянские братья и союзники сегодня переметнулись от кормившей и защищавшей их России к тому самому Западу, с которым вроде бы еще недавно боролись. Но это, одна сторона, так называемой, медали. Но есть и другая сторона, про нее пишет следующее издание. На днях Затулин поделился с Федеральным агентством новостей, своим видением истории Карабаха и Карабахского конфликта. Более того, он забрел в историю Азербайджана и даже Грузии. Суждения более чем оригинальные. Зампред комитета Госдумы внес свой вклад и в географические инсинуации армянских мифотворцев, протянув границы армянства, в прямом смысле слова, от моря до моря. Армян раньше в Баку было больше, чем азербайджанцев, а в Тбилиси больше, чем грузин. Однако со временем им пришлось стать беженцами и покинуть Азербайджан и Грузию, заявил он. АПЛОДИСМЕНТЫ По мнению нашего собеседника, психотип господина Затулина, скандальность, базарное поведение, эпатаж, очень подходит, к тем задачам, которые ставит перед ним армянское лобби и правительство Армении. Эти качества просто незаменимы для того, кто хочет получать армянскую зарплату, вводя в заблуждение российскую общественность. И Константин Затулин, как и ряд других политических клоунов, хорошо справляются с этой задачей, считает Резван Гусейнов.